здравствуйте представляю вашему вниманию очередное небольшое пополнение собственной коллекции начнем данное видео с такой вот британской монеты достоинством 50 пенсов 2002 года выпуска я думаю что данную монету все смотрящие данное видео видели и многие имеют в своей коллекции монета такая довольно интересная форма семиугольника точнее многоугольник орело это многоугольник со слегка скругленными сторонами на реверсе монеты видим персонификацию британии но она аверс естественно профиль британской королевы елизаветы второй далее также монетка с не очень стандартной формы из профилем елизаветы второй достоинством в 2 доллара данная монета 1983 года британского гонконга ну напомню что гонконг являлся зависимой британской территории года по моему до 1997 портрет королевы елизаветы второй изображался на монетах до 1992 года монета такая довольно интересная на мой взгляд далее также монета с профилем королева елизаветы второй монета багамских островов 1966 года выпуска достоинством в 1 цель собственно в это время багамы еще являлись заморской территории соединенного королевства великобритании и северной ирландии также данный год примечательным тем что в этом году в 1966 как раз состоялся переход от багамского фунта к багамскому доллару то есть децимализация денежной единицы также еще одна монетка тех же самых багамских островов также с профилем королевы елизаветы второй такой вот традиционной лодкой на реверсе также 1966 года но достоинством 25 центов далее монета государства барбадос 1989 года напомню что барбадос также являлся королевством содружества собственно как и предыдущие нами рассмотрены багамские острова но по-моему в прошлом 2020 году барбадос стал республикой но вместе с тем не покинул британское содружество 1 доллар достоинство данной монеты также форма данной монеты интересная также многоугольник рело представляет она собою такая летучая рыбка на нем на реверсе данной монеты изображена далее еще одна монетка с профилем британской королевы елизаветы австралийская монета 1969 года выпуска напомню что австралия также являлась доминионом и королевством и является королевством содружества и полную независимость от великобритании она получила только в 1986 году монета довольно обычная думаю что все данную монету видели на реверсе изображен такой вот карликовый летучий кускус одно из самых маленьких сумчатых животных также следующая монетка также достоинством в один австралийский цент но уже 1987 года и с другим портретом королевы елизаветы но с тем же самым животным карликовым летучим кускусом на реверсе далее также австралийская монета 1969 года также с профилем британской королевы елизаветы второй достоинством данная монета 10 центов с изображением лера хвоста данная птица довольно знаменита своим звукоподражанием тоже монета довольно обычно думаю все данную монету видели и многие имеют ее в своей коллекции далее индонезийская монета достоинством в 10 рупий 1979 года выпуска такой у нее буртик интересный узорчатый и также разные источники ее причисляют кто к обычным обиходным монетам какие-то источники ее причисляют к памятным монетам но тем не менее посвящена данная монета фау и конкретно программе национальной энергосбережением в индонезии такая монет довольно интересно алюминиевая но все таки такая довольно красивая мне нравится далее также индонезийская монетка достоинством в 500 рупий изображена на реверсе данной монеты веточка жасмина данный цветок является одним из национальных символов индонезии и собственно является традиционным украшением на индонезийских свадьбах но монет такая довольно обычная говорил нет 1991 года выпуска тоже такой интересный довольно буртик узорчатый имеет данная монетка далее также индонезийская монетка биметаллическая 1996 года выпуска данная монета достоинством она в 1000 рупий имеет собственно изображение на реверсе масличной пальмы широко культивируемой в иконезии масличной культуры но про пальмовое масло я думаю мы все с вами знаем далее совершенно обычная гдр ская монетка достоинством 10 фенигов 1981 года моя ровесница алюминиевая монетка я думаю что тоже все данную монету имеют в своей коллекции все данную монету видели далее также монета германской демократической республики достоинством в 20 фенигов 1973 года тоже монет совершенно обычная но напоминаю что я погодовщик и собираю собственно монеты всех годов и всех монетных дворов далее на мой взгляд довольно интересная монетка союзной республики югославия напомню что в состав союзной республики югославии входили республики сербия и черногория 2000 года данная монета также она примечательна тем что монеты в 50 пара достоинством югославские собственно тот последний чекан именно югославских монет достоинством в 50 пара далее совершенно обычная монета малайзии достоинством в один сен 1967 года выпуска это собственно первый выпуск национальной валюты малайзии собственно малайзийский доллар заменил в шестьдесят седьмом году доллар мало и британского барнео хотя как государство малайзия образовалась еще в 1963 году ну а сингапур от нее отделился по моему шестьдесят пятом вот такая вот монетка ну я очень люблю монеты юго-восточной азии как бы мне они вот нравятся далее монета португальского макао напомню что до 1999 года макао было и был был наверно был заморской провинции португальской республики в 1999 году только был передан китайской народной республике достоинством данная монета в 20 а вот перестали изображать португальский герб хотя макао был передан в 1999 году уже с 1988 года такая вот монетка интересная с иероглифами далее монета британского кипра также с портретом королевы елизаветы второй напомню что кипр являлся колонией великобритании до 1960 года достоинством 5 милей данная монетка 1955 года выпуска в то время кипрский фунт равнялся 1000 милей далее также кипрская монета но уже собственно республики кипр 1983 года выпуска данная монетка достоинством в одну вторую цента довольно долго мне она не попадалась вот она мне наконец попалась поэтому до евро периода с 1983 года собственно по типам я данные монеты кипрские все собрал ну а по годам ничего там осталось совсем там парочка наверно монет думаю что скором времени опять же что-то у меня сейчас со свободным временем беда но надеюсь что как-то выкрою я время и собственно сделаю обзор на кипрские монеты с 1983 по 2004 годы выпусков ну и наконец куда же без нее вот такая вот большая португальская монета достоинством в 1000 из кудо португальских монета из серебра 500 пробы как как правильно сказать опять же вопрос знающим кто-то говорит что нужно правильно говорить белон но собственно каталог краузы и сайты которыми я пользуюсь допустим тоже но мистер или юкойн говорят что это все таки серебро 500 пробы вот такая большущая монета памятная посвящена данная монета так называемому евро 2004 собственно почему-то указан 10 чемпионат европы по футболу хотя в 2004 году в португалии проходил 12 чемпионат европы по футболу уефа ну футболе я не очень силен поэтому вопрос знающим пишите в комментариях как все-таки правильно назывался данный чемпионат 10 и 12 ну а на этом я с вами прощаюсь желаю удачи в пополнении коллекции просьба писать в комментариях обзоры на какие монеты вам было бы интересно увидеть до новых встреч